Слава Богу, братья и сестры, Бог дал нам еще один день. Бог сохранил нашу жизнь. Мы можем быть вместе сегодня, по милости Божией. Я знаю, что есть люди на земле, которые, может быть, хотели бы прийти сегодня в дом молитвы, но они не могут. А у нас есть такая возможность. Слава Богу за это. Мы сейчас будем молиться в начале нашего служения. У нас сегодня собрание перед лицом Господним. Сегодня на этом собрании мы будем слушать Божье Слово. Мы будем слушать то, что Бог хочет нам сказать. На этом собрании у нас сегодня будет возможность молиться Богу, рассказать наши переживания. Может быть, то, что у нас есть. Может быть, за себя, может быть, за свои семьи, за детей своих, за близких. Может быть, за родных, за братьев наших, за семьи. Мы так все нуждаемся сегодня в Господе. Давайте вознесем нашу молитву перед лицом Господним. Наш Небесный Отец, мы пристали перед Тобой, Господь, и мы благодарны Тебе. Мы говорим, Господь, слава Тебе и благодарность Тебе, Богу нашему, Господь, за этот вечер, который у нас сегодня есть. Ты дал нам жизнь, Ты дал нам силу и здоровье, чтобы мы могли встать на ноги наши. Мы можем, Господь, сесть за рулей машины и приехать в дом молитвы. И слава Тебе за это, Господь. О, Господи Божий, как мы поим, если бы Ты отнял бы милость Свою, Господь, если бы Ты забрал бы, Господь, со Своей руки. Боже, где бы мы сегодня были? Но мы благодарны, что сегодня мы дети Твои, мы народ Твой, Господь, и мы приходим к Тебе, к Отцу нашему, Господь. Благослови нас в этот вечер, Господь, как мы все нуждаемся в Тебе. Ты знаешь, Господь, мы прожили эту неделю трудовую, Господь, и у нас с каждого, наверное, были какие-то переживания. Были какие-то, приходили какие-то искушения, было борение, Господь, Ты знаешь, наш и сегодня, Господь, так хочется у ног Твоих найти мир и покой. Так хочется, Господь, сегодня, Господь, склоняясь перед Тобою, Господь, смирение, слышать Слово Твое, Господь. Как оно прекрасно, Господь, как прекрасно, когда мы понимаем, что Ты дал нам Слово Твое, Господи, оно нас оживляет, оно исцеляет, оно пробуждает, оно подымает, вдохновляет от ее силы, Господь. И мы просим Тебя, посли свое живое Слово, Господь. Ты знаешь, мы все нуждаемся, Господь, мы жаждем Тебя, Боже, как приятно, Господь, когда Ты со Своей, Господь, с высоты небес, Господь, благословляешь народ Твой. Господь, как приятно быть и общаться с Тобою, Господи, помоги только, чтобы мы слышали Тебя, видели Тебя, замечали, Господь, милости Твои, чтобы мы открыли сердце свое, как Ты сказал, с тестою дверь и стучу. И если кто-то услышит, я открою дверь, войду и буду вечером с ним, Господи, как приятно эти минуты общения с Тобой, Аллилуйя. Да будешь Ты, Господь, прославлен, Господь, и вся слава, да будет Тебе, Господь, в этом служении и во веки веков. Аминь. Аминь. Братья и сестры, давайте мы сейчас помолимся за семьи, за семьи, за наши семьи, за семьи, которые в нашей церкви, за молодые семьи, за старшие семьи. Семья под ударом, как никогда, с разных сторон под ударом, искушение, переживание. Давайте вот мы попросим, как говорят, знаете, когда здоровая семья, когда сильная семья, благословенная семья, тогда здоровая церковь, благословенная церковь. Когда мы приходим вместе, когда есть, знаете, взаимопонимание между мужем и женой и детьми, оно прекрасно, оно передается в церкви. Давайте мы помолимся об этом. Господь наш и Бог наш, мы приходим к Тебе. Господи Божий, мы, Господь, мы знаем, что Ты, Господь, знаешь наши, Господь, переживания. Я верю, что, Господи, те семьи, которые Ты, написано, что Бог, кто считал, человек, да не разлучает, Господь. И если Ты соединил людей, Господь, это не случайно. Господи Божие. И мы просим, Господь, те семьи, которые у нас сегодня в церкви есть, наши семьи, Господи. Это отношение между мужем и женой, может быть, между родителями и детьми, может быть, между бабушками и дедушками. Господи, да будут они крепкие, да будет, как Ты сказал, все будет с любовью, Господи, чтобы было взаимопонимание. И не только, Господь, но я прошу Тебя, чтобы в семье, Господи Боже, прославлялось Твое святое имя. Когда семья, она находится дома, когда, Господь, дети не находятся дома, когда и жена, и муж, они находятся дома, что они искали общения с Тобою, Господи. Как часто, Господь, может быть, Господи, мы не хотели, чтобы люди искали только каких-то развлечений, чего-то другого, мирского, Господь. Но как приятно, когда склоняется семья перед Твоим лицом. И ищу Тебя, Господь, ищу Тебя в молитве, ищу Тебя в общении, в пении, в делах, Господь. Боже, мы так в этом нуждаемся, Боже, я прошу Тебя, чтобы братья, Господь, мужья, которых Ты поставил ответственными за семьи. Господь, Ты сказал, что они главы семей, Господи, чтобы они направляли свою семью к Тебе, учили Слову Твоему, учили правильно, Господь. И сами были хорошим примером, Боже, чтобы жены, помощницы, наследницы благодатной жизнью, Господи, чтобы они тоже, Господь, исполняли то, что вручено им. Господь, как много зависит, Аллилуйя, Господь. Господи, Боже, чтобы было понимание и взаимопонимание между родителями и детьми, Господь, чтобы были открыты дети, чтобы сердца отцов были расположены к детям, Господи, Боже, так прекрасна, Господь, та семья, в которой Господь прославляется Твое святое имя, Господи, Боже. Может быть, кто сегодня переживает какое-то трудное время, Господь, может быть, есть какое-то недопонимание, есть, может быть, какой-то Господь, что-то, Господь, в семье, что-то пришло, что разрушает. Мы просим во имя Иисуса Христа, да будет удалено, Господь, всякое разрушение, всякое, Господь, нечистое и недоброе, да будет разрушено. наоборот, Господь, достает Дух Твой Святой, Господь, и мир Твой, всеми народа Твоего, Господь, всеми, Господь, детей Твоих, Господи Боже, как хорошо и как приятно братьям, как они живут вместе, как хорошо, когда семья, но живет, Господь, они вместе, Господь, и служат Тебе, Господи Боже наш, Ты знаешь нас, Господь, а если Ты, Боже, что Ты видишь, мы люди, Господь, перед лицом Твоим, Боже, говори, учи, открывай, наставляй, Господи Боже, говори сегодня к людям Твоим, у Тебя есть много, Господь, много разных путей, чтобы достучаться до сердца человека, Господи, может, кто-то сегодня особенно в Тебе нуждается, Господь, может быть, какой-то себе есть какая-то особенная проблема, мы на руках молитвы, Господь, молим Тебя, Господь, с высоты небес, по милости Твоей, Господь, снизойди, Господь, и помилуй, дай ответ, Господь, Боже, да будет остановлено всякое разрушение, Господь, с семьей, Господи, Боже, мы знаем, что Ты Бог, который отвечаешь на молитвы Твоих детей и помогаешь, Господи, приходим к Тебе в этой молитве и благодарим, что молитвы наши Ты слышишь и помогаешь, аминь, аминь. Откроем книгу Даниила, 9 глава, с 24 стиха, несколько стихов прочитаем. Семьдесят седмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатанные были грехи и заглажены беззакония, и чтобы проведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святые святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа, владыки, семь седмин и шестьдесят две седмины, и возвратится народ, и обратятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Это трудное для понимания места, но здесь Даниил изъявил желание, чтобы знать, что будет с народом его. И Гавриил, ангел, прошел, и говорит ему, и рассказывает ему, что будет. Сегодня, в наши дни, вы знаете, появилась уже тоже Даниилы, которые исчисляют. И недавно мне попался труд один, или комментарий, где человек пишет о том и утверждает, когда это будет, предсказанно все события, которые сегодня нас окружают с вами. Спорить трудно, хотя сказано, что никто не знает ни дня, ни часа, однако же время, в которое мы живем, мы можем знать согласно Писанию то, что делается. Рассматривая шестую главу Откровения, где рассказывается о конях и всадниках на нем, там белый, рыжий и другие, понимаете? И вот, когда сняты были печати, появляется всадник на белом коне, потом на рыжем коне, понимаете как? И как раз всадник, когда была снята вторая печать, появляется всадник, который отнял мир с земли. И так задумался, думаю, а может быть и правда, что мы сейчас живем в это время? В каком уголке земного шара сейчас мир? Отнят мир от земли. И пришествие Иисуса Христа, или явление Иисуса Христа за своей церковью уже при дырях. Только никто не знает, когда этот будет. И вот считают люди и говорят, где-то в 23-24 год явление Иисуса Христа будет за своей церковью. Можно и посмеяться, а можно и задуматься. А вдруг это правда? Но не 23-24, а может это пришествие настанет для каждого из нас в отдельности сегодня или завтра. Люди вечером пили чай, играли на аккордеоне, прославали песнями. Через несколько часов человек умирает. В чем дело? Потому что жизнь наша настолько короткая и настолько она непонятная для нас, что сегодня он шел, споткнулся, упал, и уже его нет. И это все говорит о том, что насколько мы должны быть внимательны к тому, что мы читаем, внимательны к тому, что мы слышим. Но есть другой вопрос. Все это я могу узнать, прочитать Даниила, прочитать Откровения и примерно ориентирую, что в 23-м году будет, или в 4-м, будет явление Иисуса Христа за церковью. А потом что? Ну, узнал я. Вроде бы сходится по священному писанию. Там седмицы, 22 седмицы, вот там еще после этого все седмицы эти перечисляются. Узнал я. Христос пришел. Действительно, в это время. А я остался. Какая мне с этого польза? А что необходимо для того, важный вопрос стоит, что необходимо мне знать в моей жизни, для меня, что когда он придет, не имея значения в каком году или когда, а чтобы я был восхищен? И на этот вопрос мы ответим, рассмотревшим некоторые места священного писания. Очень важно, чтобы мы, на сегодняшний день, были исполнены Духом Святым. Очень важно, чтобы мы могли слышать голос Духа Святого. Потому что нас, нас, Дух Святой приведет ко встретении с Иисусом Христом на облаке. И поэтому очень важно сегодня, как я уже сказал, быть исполненному Духом Святым. А как это сделать? А как это поступить? Кто-то сказал, Новый Завет написали пятидесятники. Можно по-всякому рассуждать. А его забрали и католики, и православные, и все остальные, и по-своему начинают толковать. А почему пятидесятники? Да потому, что апостолы были крещены Духом Святым со знамениями иных языков. А те, которые говорят на иных языках, называют их пятидесятниками. Возьмите Петра, возьмите Петра, возьмите Павла, возьмите других Иоанна, Иакова. Кто написал? И поэтому по-всякому по-всякому можно думать, по-всякому можно рассуждать. Но факт остается фактом тот, что его писали, как Петр сказал, мужи, будучи движимы Духом Святым. И сегодня, когда мы читаем Священное Писание, и что-то для нас непонятное, есть автор, к которому можно обратиться. И Дух Святой является этим автором, и он пояснит, и он расскажет нам. Деяние 3.1.6 – это беседа Никодима с Иисусом Христом. «Пришел ночью Никодим, один из фарисеев, к Иисусу, и говорит, учитель, мы знаем, что ты от Бога. Таких чудес, каких ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Прекрасные слова сказал в адрес Иисуса Никодим, а Христос ему отвечал одно. «Кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие». Тебе должно родиться свыше, а кто не родится свыше. И что, когда рассматриваем Священное Писание, рождение свыше, это когда человек приходит с покаянием, сознавая свои недостатки, свои грехи, свои беззаконные, исповедует свои грехи перед Богом, и он рождается свыше, согласно Писанию. Значит, тебе... Но как же? Учитель Израилев должен исповедоваться, когда он других учит этому закону. И апостол Петр в Деянии 2, вот 37-38 стих, когда приходили к нему и говорили, а что нам делать? То он так и направляет, что делать? Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Так легко, так просто и так хорошо. Однако же есть дальше, когда идем и читаем. Это только обещание Петра, обещание Иисуса Христа, который, когда возносился на небо, оставил ученикам своим то ценное обещание, что он будет взят, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Слава Богу! И это обещание, которое оставил Христос, Петр заявляет в День Пятидесятницы принадлежит вам, детям вашим и всем дальним, кого не прозовет Господь Бог. Слава Богу! Это обещание действительно и в наше время, и в наши дни сегодня. И когда люди стараются узнать о явлении Иисуса Христа за своей церковью, но не стараются узнать о своем духовном состоянии, в каком я сегодня духовном состоянии пред Господом. Правда, недавно у нас, вы помните, гость был, который раздавал здесь книги. И он сказал шесть причин, которыми оскверняется, которые мы огорчаем Дух Святой, оскорбляем Дух Святой, хулим Дух Святой. Вот эти все причины он показал, я сидел и только слушал, думаю, Господи, и так легкомысленно проходит вся жизнь. От того, что мне выгодно сказать неправду для того, чтобы что-то получить, чтобы выйти из того трудного положения, в котором я нахожусь, а скажешь правду – ничего не получится у тебя. Вы понимаете? И теперь, поскольку нам известно, так не огорчайте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления вашего. Наше хождение, ежедневное наше хождение пред Богом сегодня должно быть в страхе Божьем. А начало мудрости и есть страх Божий. Итак, сегодня день склонился к вечеру, и мы можем подбивать итоги этого дня, что мы сделали в сегодняшний день, что мы сказали в этот день, что мы мыслили в этот день, огорчили ли Духа, оскорбили ли Духа, чтобы мы могли посмотреть. И вот как здесь говорится, что тебе должно родиться свыше. Он спрашивает, вы спасены? Да, конечно, спасены. На каком основании? Покайтесь, докрестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. Вот все. И поэтому я на основании вот Писания я спасен. А здесь, говорит, еще одно есть место, которое записано в Марка, последняя глава, 16 и 17 стих. Ты уверовал? Хорошо, что ты уверовал. А кто-то сказал и сопоставил, да, говорит, и бесы веруют, и трепещут пред ним. И я верую. Так как тут какая разница между моей верой и ихней верой? Так вот, названное мною место, 16 и 17, и ниже там сказано, у веровавших будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Возложат руки на больных, будут здоровы. Будут говорить новыми языками. А у меня что есть? Какое знамение у меня? Я достиг по книгам, посмотрел, да, в 24-м году будет пришествие Иисуса Христа за своей церковью. А я принадлежу к этой церкви. Я, водимый Духом Божиим, как Павел сказал, ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии. А каким Духом я вожусь? И когда вот начинаешь это все рассуждать, просматривать это, думаешь, Господи, так это, когда придет Иисус Христос, знать мне-то неплохо, чтобы нам быть на страже и быть готовыми к Его встрече. Но еще есть другой вопрос. Мое хождение пред Богом в Духе Святом. Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышавшие, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. служение Филиппа. И когда Филипп проповедовал, благовествовал, люди уверовали, и Филипп пошел дальше. А апостолы, услышавшие, что они приняли Духа Святого, что они уверовали, послали к ним Петра и Иоанна, и те пришли и помолились. О ком молились? Об уверовавших молились. Те, которые уверовали, молились, чтобы они приняли Духа Святого. Сказано, которые пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Для чего дается Дух Святой? Дух Святой дается для того, чтобы нам напомнить в трудную минуту, сохранить, подсказать нам, как выйти с того или другого положения. Деяние 19.1.7. Мы читаем, что Павел прошел в верхние страны и прошел в Ефес. И там встретил учеников, у которых было около 12. И говорит им, приняли ли вы Святого Духа уверовавших? Так они же уже уверовали. Они уже приняли крещение. И такой вопрос задает. Приняли ли вы Святого Духа уверовавших? И они сказали, и когда Павел так, они крестились и Павел сказал им, они сказали, что вы иоанново крещение крестились, говорит, Иоанн говорил, что будете крещены, чтобы люди крестил, чтобы люди веровали в пославшего Его, и велел креститься им во имя Господа Иисуса. Они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Рассматривая все это, хотелось бы посмотреть несколько еще. Мы не знаем, Римлянам 8, 26, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И апостол Павел Коринфянам пишет в 14 главе, Обычно представление у людей складывается о том, что если я что-то говорю, я должен его понимать. И даже вопросы задают такие, а ты понимаешь, что ты говоришь? И что отвечает на это Писание? Писание отвечает, тот говорит не людям, а Богу, кто говорит на незнакомом языке. В день Пятидесятницы, обратите внимание, люди были исполнены Духом Святым, и это крещение Духом Святым изливалось в дарованиях, но не в знамениях, но не в знамениях, что слышащие их понимали то, что они говорят. На сегодняшний день мы видим, как мы вспоминали в 16-17, что будут говорить языками, то здесь как знамения. В день Пятидесятницы как дары. И в 12-й главе Павел 1 Коринфянам там объясняют, все ли апостолы, все ли пророки, все ли солкователи, все ли говорят языками, но там имеется в виду как дар, но не как знамение. И Павел здесь же в 14-й главе отвечает на этот вопрос и говорит, что человек, который говорит на незнакомом языке, говорит не людям, а Богу. Никто не понимает его. Он тайный говорит Духом. Кто пророчествует, тот говорит людям. И Иуда 1, 20 сказано, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняете себя в любви Божией. И мы приходим к тому, что, глядя на священное писание, рассуждая, рассматривая сегодня, вот, что какая важность крещению Духа Святого. И когда Христос придет за церковью, и там будет участвовать Дух Святый. Римлянам 8, 11 сказано, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых, и Иисуса живет у вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим у вас, как я сказал, неплохо знать, когда Христос явится за Своей Церковью, но еще важнее знать, чтобы готовы ли мы к Его явлению за Церковью, ходим ли мы в Духе Святом, слышим ли мы Его голос. И это только так сказать некоторые краткие мысли, которые записаны на страницах Священного Писания о необходимости и как оно происходит на самом деле крещение Духом Святым. И самое важное то, что мы прочитали последнее Римлянам 8, 11 Если же Дух Того Дух воскресил из мертвых и Иисуса живет у вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим живущим у вас. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за Слово Твое, которое Ты оставил для нас. Мы благодарим Тебя Иисус за это Слово, которое мы читаем сегодня, рассуждаем и мы нуждаемся в Твоем Духе Святом, чтобы Ты и нам открывал ум к уразумению Писания, как Ты некогда открывал ум к уразумению Писания и Своим Апостолом. Господи, благослови нас и помоги нам во всех путях нашей жизни. Благослови Церковь нашу, благослови служителей нашей Церкви, благослови страну нашу, в которой мы живем, правителей наших, благослови город наш и начальствующий город нашего и помоги быть всегда на страже сердца своего. Господи, чтобы мы могли наблюдать за устами своими и за языком своим и могли прислушиваться к голосу Духа Твоего, Святого, что Ты сегодня повелишь нам, что Ты сегодня скажешь нам, чтобы нам быть не слушателями, только забывчивыми, обманывающих самих себя, но чтобы были исполнителями Слова Твоего. Слава Тебе, честь Тебе и поклонение вечному премудрому Богу во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Станем прославим Господа в Салмон. Слава Тебе, Слава Тебе, Иисусе, 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 Иисус! О, Отец, О, Отец, О, Отец, Бог святой, Бог святой, Бог святой. Пусть святой прошу прилить в деревние сердца, попрошу покрой меня теплом любви отца. Удали сомнения и всякий грех и страх, он опомни сердце о священных небесах. Иисус, Иисус, Иисус. О Отец, О, Отец, О, Отец, Бог святой, Бог святой, Бог святой. Я хочу с тобой слиться и дышать домой, Ты освобождаешь и даешь душе покой, С лятостью окружишь и осветишь пневмой, Царствовать на небе буду вечно я с тобой. Иисус, 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 О Отец, О Отец, Дух Святой, Дух Святой. Слава Богу, дорогие друзья, церковь дорогая, за то, что Бог с нами, Бог в нас, Духом Святым, Он рядом, Он не покидает нас. Слава Ему за Его верность и милость, и любовь, которую Он имеет каждому из нас. Я хочу поделиться местом Писания, которое записано в Евангелии от Яна, 21 глава. Это отрывок в жизни учеников Иисуса Христа после Его воскресения. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тиверианском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафананил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеева, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем мы с тобою. Пошли, и в тот час вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Вот этот момент, дорогие друзья, я хочу в течение этой проповеди, которая есть в моем сердце, обратить внимание, что ученики, они не узнали, что это был Иисус, хотя Он был рядом. Точно так же в нашей жизни есть такие моменты, такие периоды в жизни нашей, такие сезоны, когда нам кажется, что Христос не рядом, Бог не рядом, но Он рядом. Но ученики не узнали, что это Иисус. И Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Другими словами, поймали ли вы что-нибудь? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, вот здесь они начинают его узнавать. Когда произошло это невероятное чудо, они начинают узнавать Иисуса Христа. Когда у них была неудача в жизни их, они не узнавали Иисуса Христа. Это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, был в волнах и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Это была рыба, не та, которую они поймали. Это была рыба, которую положил Христос. И хлеб, который приготовил Христос. И на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбы, которые вы теперь поймали. Уже рыба лежала, и хлеб лежал. И он говорит, принесите вы теперь то, что поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им, приглашает их, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, и он начинает служить им. Берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье своем из мертвых. Дорогие друзья, я думаю, что этот отрывок жизни, который записан в Писании, в жизни учеников Иисуса Христа, он очень близок к каждому из нас, он очень близок и ко мне. Потому что многие моменты, они отражаются и в моей жизни. Писание говорит, что он опять явился. Это было третье явление Иисуса Христа после своего воскресенья своим ученикам. Если мы прочитаем, одна глава выше, в 20 главе написано, что Христос после своего воскресенья, когда ученики из-за опасения от иудеев, они закрывались в доме. Они закрывали двери, потому что была опасность, потому что, возможно, была какая-то слежка, потому что пытались за учениками Иисуса Христа бежать или уничтожить их. Они из-за опасения от иудеев закрывали двери. Но что интересно, дорогие друзья, что они не закрыли двери друг от друга. Они не закрыли двери. В этот момент опасности, когда вокруг была тревога, переживание, опасность, они не закрыли двери друг от друга в своем сердце. Они были вместе. Библия говорит, ученики были вместе. И вот здесь Христос является, встает посреди их и говорит им, мир вам. Они, возможно, не верили, но Он показывает им свои ребра, ноги, руки. И увидевшие, они обрадовались Господу Иисусу Христу. Иисус говорит им второй раз, мир вам. Это второй раз Он им говорит, мир вам. И после этого ученики говорят Фоме, которого не было в тот момент с ними, говорят, что мы видели Иисуса Христа. Он не поверил. Он говорит, если я не увижу Христа и Иисуса, я не поверю. Они опять собираются вместе. Они опять близко друг к другу. Хоть время было нелегкое, но их сердце было открыто друг к другу, как братьям. Как сегодня, дорогие друзья, важно в это время, в которое мы живем, когда много опасностей, когда много переживаний, когда мир это такой неспокойный, но чтобы наше сердце, оно было открыто друг к другу в семье, в церкви, в Доме Божьем. Они говорят Фоме, что мы Его видели, и вот они опять собираются, и Христос опять является среди них, и третий раз им говорит, мир вам. Он трижды сказал, дорогие друзья, это слово своим ученикам. Он говорил им, мир вам. Я думаю, братья и сестры, что Христос, Он не просто употребил три раза это слово. Это очень важно, чтобы сегодня Божий мир находился в нашем сердце. Это очень и очень важно. Потому что только Христос, Он тот, Который может дать мир в нашем сердце. Ученики, они были в страхе, они были в растерянности. И когда они увидели Иисуса Христа, то первое слово, которое Он им говорит, мир вам. Единственное место, где может Божий мир прийти, это сердце человека, это наше сердце. В то время, когда вокруг все бушует, но Бог сегодня, Он дает свой мир в наше сердце. Иоанна 14 глава, 27 стих. Христос сказал, мир мой, даю вам, оставляю вам мой мир. И потом Он говорит для сравнения, не так, как этот мир дает. Оказывается, у мира тоже есть что предложить. У этой системы безбожной, греховной системы есть тоже, что предложить. Потому Христос говорит не так, как этот мир дает. Сегодня этот мир, неверующий в Иисуса Христа, Он предлагает удовольствие, похоти, наркотики, алкоголь, таблетки. Это то, что предлагает дьявол в этом мире, для того, чтобы человека еще больше обмануть, чтобы человек на мгновение забылся и, в конце концов, оказался потерянным. Но Христос говорит, я даю свой мир. Он говорит, я оставляю и даю. Он предлагает этот мир каждому человеку. И человеку сегодня необходимо воспользоваться тем, что предлагает Иисус Христос. Этот Божий мир в нашем сердце. Иисус Христос сказал, да не смущается и не устрашается сердце ваше. Это означает, что во внешнем нашей жизни будут моменты, когда будет страх пытаться проникнуть. Но Христос говорит, чтобы сердце не смущалось, чтобы в сердце был Божий мир, который Господь дает. Если человек теряет мир в сердце, он очень уязвимый для этого внешнего мира, для этого врага, если не имеет мира в сердце. И когда приходит какая-то ситуация в нашей жизни, наша первая реакция, чтобы изменить эту ситуацию, чтобы каким-то образом изменить ее своими силами. Но Христос говорит, я даю мир свой в наше сердце. И этот источник, он сегодня открыт в Иисусе Христе, который Он дает каждому из нас. И первый путь, по которому приходит мир Божий в наше сердце, записан Филиппийцам 4 глава и 6 стих. Филиппийцам 4 глава, 6 стих. Апостол Павел говорит такие слова. Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве. Вот он, этот путь, дорогие братья и сестры, по которому приходит мир Божий в наше сердце, но всегда в молитве. Но всегда в молитве, прежде всего в молитве, прибегая к нашему Богу, открывая наше сердце. Слово Божие говорит всегда в молитве. Когда приходит ситуация, мы спешим поднять телефон. Возможно, кому-то предупредить что-то сказать. Если я не ошибаюсь, в пятницу брат Леонид проповедовал именно эту мысль. Он сказал, прежде Богу помолись, прежде к Богу подойди, прежде колени склони. И Писание говорит, но всегда в молитве. И тогда Божий мир приходит в сердце, потому что ты прежде всего обращаешься к Господу. И Библия говорит, Божий мир, он соблюдет сердце и помышления во Христе и Иисусе. Соблюсти – это значит сохранить, сберечь, удержать и не нарушить при этом ничего, чтобы Божий мир был в сердце. И на так сегодня, дорогие друзья, необходим этот Божий мир. Писание говорит, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Сегодня этот мир, Божий мир в нашем сердце, он зависит от наших отношений с Господом. Этот мир, он строится, он созидается в отношениях с Иисусом Христом. Когда мы доверяем Господу в своей жизни, что бы ни приходило в нашу жизнь, дорогие друзья, мы прежде всего, как Писание говорит, всегда в молитве, мы открываем свое сердце. И Божий мир приходит. Давид говорит, живущий под кровом Всевышнего. Это не просто, вы знаете, есть сервис такой 911. Вот когда срочно надо, ты обратишься. Когда все нормально, нет нужды обращаться. Христос говорит, Бог говорит через псомопевца Давида, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Бог является и дает ему этот мир. И вот в этой главе, дорогие друзья, в 21 главе Писание говорит, что Христос является им опять, но уже на берегу моря. Это была совершенно другая ситуация. Здесь было семь учеников. Интересно, что когда Петр сказал, я иду ловить рыбу, они опять вместе держатся. Они хотят быть рядом друг с другом. Это благословенное качество единства между братьями, друг с другом. Они держались вместе. Даже Фома, которого не было в тот момент, написано, что он рядом с Петром стоял. По крайней мере, так сказано, был Петр и Фома, которого не было еще недавно, а здесь он хочет быть рядом. Их сердце было открытым друг к другу. И вот представьте себе, дорогие друзья, эти семь рыбаков, мужчин, опытные рыбаки, которые знают свое дело, они садятся в эту лодку, и они едут на эту рыбалку. Они закидывают эту сеть. И Писание говорит, что они провели всю ночь. И безуспешно, и ничего. И вот можно представить их переживание, ситуацию, уставшие люди, взрослые мужчины. Возможно, какие-то эмоции у них были неправильные, когда они подплывали к этому берегу. И вот они возвращаются рано утром к берегу и замечают одного человека. И эта Библия нам говорит, что они не узнали. Эта Библия нам говорит, что это был Христос. Но они-то его не узнали. Он стоял на берегу, и он спрашивает их, есть ли у вас какая пища? Поймали ли вы рыбу? И вот интересно, что Христос, Он даже не дает им выйти на берег. Он тут же отправляет их обратно. Таких уставших, изнемогших. Возможно, сердит их. Он говорит, закиньте сеть по правую сторону лодки. И они так сделали. И Библия говорит, что сети уже не могли вытащить. И когда они выходят на берег, они понимают, что это Христос Господь. Они видят огонь, рыбу и хлеб, который приготовил им Господь Христос. Дорогие братья и сестры, но я хочу сказать, что они не узнали Иисуса Христа. Они не узнали. И каждому из нас в нашей жизни, дорогие друзья, возможно, сегодня вы находитесь на этом месте или кто-то смотрит нас по интернету. И, возможно, ты сам себе внутри говоришь, а где же Бог? Я Его не чувствую. Я не переживаю Его. А где же Бог? А где же Христос? Как однажды Иоанн говорил, мы говорим о том, когда Иоанн говорит такие слова, мы говорим о том, что мы видели, слышали, осязали, рассматривали о слове жизни, об Иисусе Христе. И многие люди говорят, а где же Бог в моей жизни? Я Его не переживаю, как переживал Его месяц или два назад. Когда мои чувства и эмоции, они действительно были в таком особом переживании. А сегодня, как будто бы, я чувствую себя, как эта сеть пустая. Я что-то делаю и не получается. Я что-то прошу и не ожидает, где Господь. И многие люди, братья и сестры, возможно, и кто-то из вас сегодня переживает эту ситуацию. И тебе кажется, что в твоих заботах Бога не оказалось. Бог где-то далеко или Бог отошел от тебя. Совсем недавно ученики радовались, когда Христос был рядом с ними, когда Он показал им свои раны. Они радовались, а сейчас они Его не узнают, лишь только потому, что сети пустые, лишь только потому, что неудача в жизнь их пришла. И не хотят какого-то чуда, чтобы узнать Иисуса Христа. Именно тогда они Его узнали. И мы порой говорим, как Фома, если не увижу, если не прикоснусь, я не поверю. И, дорогие братья и сестры, Писание сегодня нам дает обетование Господа Иисуса Христа, нашего великого Бога, который говорит, «Я с вами! Я рядом с вами!» Это Слово Божие, которое сегодня говорит, что Бог сегодня рядом, и Он с тобою. Слава нашему Богу! Чтобы мы доверяли нашему Господу, потому что Божье Слово открывает, что Бог сегодня, Он с тобою и со мною. Даже если ты не так переживаешь, как вчера его переживал, если какая-то пришла неудача в твою жизнь, это не означает, если ты не чувствуешь Бога, как раньше чувствовал, что Он оставил тебя. Христос, Он видел учеников, бедствующих во время бури, и пришел к ним по волнам. И Он видел их, и в это время, когда они ловили эту ночь напролет, и ничего не поймали. Он видел их, и говорит нам, что, братья и сестры, мы доверялись нашему Богу, и доверяли Его Слову. Что держало Иисуса Навина в Его жизни, в Его войнах и многих трудностях, которых было много? Однажды Бог подошел к нему и сказал, «Как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя, и не оставлю тебя». Там, конечно, были условия, которые Бог ему сказал, чтобы он пребывал в нем, чтобы не отступал от Бога, потому что грех производит разделение. Но заметьте, братья и сестры, что ученики Иисуса Христа, которые ловили рыбу, они не сделали никакого греха. И тем не менее, они его не узнали. Им казалось, что его нет рядом. Это как будто бы чужой человек для них. Но Божье обетование сегодня говорит тебе и мне. Я Бог твой, я укреплю тебя, помогу тебе, и поддержу тебя. Слава нашему Богу, братья и сестры, что Бог сегодня словом своим. Он говорит твое и мое сердце. Не бойся. Не потому, что уже что-то произошло. Не потому, что он какой-то ответ уже получил. Но Бог говорит, не бойся, потому что я с тобою. Я поддерживаю. Я укрепляю. Евреям 13,5 говорит такие слова. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». И здесь лишь, дорогие друзья, не о деньгах идет даже. Здесь говорится о том, чтобы мы не определяли Божье присутствие своими эмоциями или чувствами, то, что мы сегодня переживаем. Чтобы мы сегодня, наше отношение имели с Духом Святым и в Слове Божьем, который говорит, я не оставлю тебя и не покину тебя. Присутствие Бога в нашей жизни – это не всегда эмоции. Это не всегда. Иногда Бог посещает, действительно, и человек сокрушается. Но вот сегодня, если спросить вас, вы чувствуете реально Бога? Вот сейчас. Это трудно, наверное, сказать, ответить. Так неужели Бог не рядом? Он рядом. Он рядом, слава Богу. Он в нас, в нашем сердце и в нашей жизни. Бог рядом. Это Его обетование, Его Слово. Ибо Сам сказал, «Не оставлю тебя и не покину тебя». Чтобы наша вера, она основывалась на Божьем Слове. Потому что Он сказал, что Он проведет и спасет тех, о ком ты молишься. О ком ты, возможно, долго ждешь и ожидаешь. И думаешь, а где же Бог? Бог рядом. Он работает. И Он совершит работу в сердце тех, о ком ты молишься. Конечно же, братья и сестры, очень важно, как брат говорил передо мной, не угощает Духа Святого, не огорчает Духа Святого, не позволяет греху иметь место в нашей жизни. Но в то же самое время мы должны знать, братья и сестры, когда мы в правильных отношениях с Богом, что Бог, Он не оставляет свой народ. Он не оставляет свою церковь. Он не оставляет своих детей. Бог рядом с нами и в нас. Слава нашему Господу. Когда была буря на море, когда апостол Павел был на этой лодке с этими призонерс и заключенными людьми, Библия говорит, что надежда на спасение исчезла. Там невозможно было ощутить Бога реально, потому что были большущие проблемы. И Писание говорит, в том числе Павел, они все потеряли надежду на спасение. И вот в это время, ночью является ему ангел Божий и говорит два слова. «Не бойся, Павел! Не бойся! Ничего еще не произошло! Ответ не пришел в твою жизнь!» Но Слово Божие говорит, ему ангел Божий говорит, «Не бойся, Павел!» Это говорит о том, что в его жизни был тоже этот страх. И трудности они сразу не исчезли, но он получил Слово ободрения. И все мужи Божьи, почти все мужи Божьи проходили подобные пути в своей жизни. Я прочитаю один стих о Давиде, который очень ярко он говорит о своем переживании, о своей ситуации в жизни или то, что он переживал в своем сердце. Псалом 12. Послушайте, дорогие друзья. Вот что говорит Давид. Обращаясь к Господу, он говорит правду. Он не пытается слова приукрасить. Он говорит то, что в его сердце. И вот его слова. «Доколи, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколи будешь скрывать лице твое от меня? Доколи мне слагать советы в душе моей и скорбь в сердце моем день и ночь? Доколи врагу моему возносите надо мною?» Это было его переживание. Это то, что он переживал. И четыре раза он говорит, «Доколи?» Он к Богу обращается. Ему казалось, что Бог его оставил. И эта молитва была к Богу. То, что было в его сердце. И, конечно, дорогие друзья, важно, чтобы в нашем сердце не было никакого греха. Чтобы не было греха непрощения. Чтобы не было того, что Богу не угодно. Чтобы мы не были перегружены какой-то негодной информацией. Потому что все это отдаляет нас от Господа. Но очень важно, братья и сестры, иметь общение с Духом Святым, в Слове Божьем, в молитве с Господом. И вот дальше, что говорит Давид, интересно. Когда он сказал то, что в его сердце. И вот его выбор. У него есть выбор. И шестой стих он говорит, «Я же уповаю на милость Твою. Сердцем ее возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». Это был его выбор. Вместе с тем, что он говорил, что в его сердце переживание, ему казалось, что Бог не рядом. И он все же говорит, «Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. И воспою Господу». Пусть Бог, дорогие братья и сестры, укрепит каждого из нас, чтобы даже в этот момент, когда, возможно, тебе трудно, и ты вот-вот скажешь, «Где же Господь?» Мы могли сказать, «Я же уповаю на милость Господню. Сердце мое возрадуется о спасении». Он говорит, что придет спасение в жизни его. Сердце мое возрадуется о спасении, которое обязательно придет, потому что ты уповаешь на Господу. И что он начинает делать? «Я воспою». Он начинает благодарить Бога. Он начинает петь Богу, поклоняться Ему. Он прославляет Бога. Слава нашему Богу, братья и сестры. И вы знаете, что следующий стих, как он начинает, 13-го псалма, он сказал, сказал, безумец, в сердце своем нет Бога. Я думаю, что он говорил это себе, потому что это было в сердце, потому что то, что происходило вокруг него, когда он говорил, «Господи, доколе, доколе, доколе?» И вдруг мысль пришла, а может, Бога нет, а может, Он не рядом. И это то, что Он открывает в своем сердце. Он никому об этом громко не говорит, братья и сестры. Пусть эти мысли нас никогда не посещают, что Бога нет. Недавно одна сестра, говорила мне буквально вот несколько дней назад, говорит, «Я потеряла веру в Бога в нашей церкви. Я потеряла веру в Бога. Я прошу о том и о том, но не вижу этого ответа». Братья и сестры, Бог верен, Бог милостив, и Он работает, и Он рядом, и Он дает свое слово через откровение свое. Как сказал Давид, Он уповает на милость, Он уверен, что Бог спасет, и Он начинает петь и прославлять Господу. И вот когда Христос позвал учеников, написано, Он преломил этот хлеб, Он дал им этот хлеб, Он имел то, чем накормить учеников своих, хотя они вытащили 153 больших рыбы. Это было чудо. И вы знаете, иногда приходит такое искушение, когда Бог благословляет человека, когда Бог дает тебе что-то особое. Человек, впадая в искушение, думает, что он таким образом может как-то прожить за счет того чуда, которое было вчера. Это 153 рыбы. Это было чудо. Можно было еще протянуть, можно было еще прожить на этой рыбе. Но Христос приготовил им обед. Христос приготовил им хлеб и приглашает им, и говорит, «Придите, у меня есть нечто для вас, чтобы накормить вас». Очень удивительно, что Христос, он совершил или сделал этот обед на этом огне. Он приготовил эту пищу, эту трапезу, этот хлеб для своих учеников. И мы читаем в одном месте, где ученики говорили, что Христа узнали в преломлении хлеба. Когда Он хлеб преломлял. Дорогие друзья, когда мы узнаем Иисуса Христа? Когда Он нам преломляет этот хлеб? Но Он им сказал, «Придите, обедайте». Там еще было много работы, там было чудо, много рыб, служения, но Он говорит, «Придите, пообедайте». «Придите, пообедайте». И они пришли и получили этот хлеб. Нередко мы встречаем в Писании, когда Христос, Он кормил людей. И был момент, когда три дня люди сходились к Иисусу Христу. Он в это время был на горе, написано, «Он сел». Обычно, когда Христос садился, Он начинал учить. Но в той ситуации люди, они обступили Христа. У них было много больных, у вечных коллег. И Христос исцелял, и исцелял, и исцелял. И проходит три дня, Он зовет учеников и говорит, «Мне жаль народа, потому что они так и не поели». Они не поели. Им нужен хлеб, а дорога дальняя. Они изнемогут в пути, они издалека пришли, еще путь впереди. И вот там мы видим преломление этого хлеба, когда Христос преломлял этот хлеб. И Он сказал, «Велите народу возлечь, пусть не торопятся, пусть не спешат, пусть время найдут побыть со мной в общении, когда я буду этот хлеб преломлять, молиться, благословлять. И пусть Бог, дорогие братья и сестры, сегодня укрепит наше сердце. Я хочу сегодня Божьим словом сказать, что Бог вас не оставил. Бог слышит вас, и Он поддерживает вас, и ваша молитва на высоте Бог слышит. Слава нашему Богу! Пусть Бог сегодня утешит Духом Святым и Словом Своим. Пусть это Слово, о котором Господь сегодня говорит тебе и мне, оно будет преломляемо самим Господом, потому что именно тогда мы узнаем Иисуса Христа. Давайте Бога прославим за Его верность, за Его милость, за то, что Он сегодня с нами и Духом Святым работает в наших сердцах. И будем молиться, чтобы Бог благословил и тех, кто нуждается в Нем и сегодня. Аминь. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Благословено имя Твое, Святое Господь! Благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя, Отец наш! Благодарим Тебя, Господь! Благословено имя Твое, Святое Господь! Я благодарю Тебя за верность Твою! Я благодарю Тебя за милость Твою! Господь, я благодарю Тебя, что Ты говоришь в Слове Твом сегодня каждому из нас. Не бойся! Я не оставлю Тебя и не покину Тебя. Подержу и укреплю. Господь, я благодарен Тебе за Дух Твой Святой. Я благодарю Тебя за то утешение, которое Ты даешь нам, Господь, в Слове Твоем. За ободрение, Господь, благодарю Тебя. Господи, как часто в нашей жизни, Господь, мы в сердце своем, Господь Давид это написал на странице Писания, но мы в сердце говорим Тебе, Господь, доколе, доколе, доколе. И порою в сердце мы допускаем такую мысль, Господь, что, возможно, Бога нету в моей жизни, Господь. Господи, я благодарен Тебе, что Ты не осуждаешься в этот момент. Ты не бьешь нас за это, что мы так, возможно, говорим. Эти претензии Тебе, Господь, предъявляем. Господь, я благодарю Тебя за любовь Твою. Я благодарю Тебя за Слово Твое. Я благодарю Тебя за Слово, которое Ты преломляешь, Господь. Когда мы находим, Господь, время прийти к Тебе, Господь, и поесть то, что Ты приготовил, Господь. Не просто питаться теми чудесами, которые приходят и уходят, Господи, но то Слово, которое Ты преломляешь. Господи, мы узнаем Тебя, Твою милость и верность. Благослови сегодня каждого брата и сестру. Господи, которые устали уже, Господи. Возможно, просят о чем-то долгие годы в ожидании. Возможно, вера уже нарушилась, Господи. Руки отпустились, Господи. Возможно, течению жизни поддался, Господи. Поддержи Духом Святым. Благослови каждое сердце. Благослови каждого человека. Господи, я прошу Тебя, чтобы враг не имел никакого места, не имел никакой власти в жизни народа Твоего, Церкви Твоей, Господь. Где мы были непослушны, прости нас, Господи. Где мы пренебрегали, Господь, Твоими тихими водами и хлебом Твоим, прости нас, Господи. Где мы спешили, Господь, пробегая мимо Твоего стола, которого Ты приготовил, прости. Благослови каждую семью. Благослови в это последнее время, Господи. Враг ополчился, Господь. Чтобы разрушить, чтобы нарушить, чтобы отвезти и погубить, Господь. Но мы на Тебя уповаем, на Тебя надеемся. Господи, чтобы сила Твоя, благодать и Духа Святого, Господь, она обновила наши силы, наше упование на Тебя, Господь. Благослови каждого отца и мать. Благослови, Господь, Боже мой, тех матерей, которые взывают Тебя днем и ночью, Господь и Бог мой, детях Своих. Господь, яви Твою милость и славу в эти дома, Господь. Да пройдет, Господь, радость спасения, Господь мой. Ибо Ты однажды сказал, что через жертву Иисуса Христа, Господь, Ты привлечешь, Господь, к себе. Благослови, я прошу Тебя. Мы сердечно благодарим Тебя. Мы доверяем Тебе. Мы поклоняемся Тебе. Ибо вся слава Тебе принадлежит, Господь наш и Бог наш. Во имя Иисуса Христа. Благослови Раису Кузьминскую, ее дом, ее семью, и внуков. Благослови, Господи, да будет Твоя милость, Господь. Да видят они радость Твою, Господь, радость Духа Святого и руку Твою в жизни своей. И уповают на Тебя во все дни жизни своей. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое и старство, и сила, и слава. Во веки. Аминь. Дорогие братья и сестры, брат Константин говорил сегодня о Духе Святом. Вот знаете, что интересно, что в Духе Святом мы находим что-то особое в том плане, что часто бывает... Я не знаю, как вы это понимаете, но эту мысль я хочу вас довести к вашему сердцу. Иногда вот есть слово. Мы слышали в воскресенье, Господи, пошли слово. Вам тоже нужно слово. И мне нужно, брату Виталию нужно. Всем нам нужно слово. И бывает, бывает... Думаю, я подготовлю слово, скажу в воскресенье или когда-то в другое время, пятницу. Но вы понимаете, что можно слово подготовить, а слова нету в тот момент, когда надо говорить. Или наоборот, приходит слово в тот момент, когда ты, казалось бы, даже и не готов. Вы понимаете, что действие и побуждение Духа Святого и Его явления бывают спонтанным, бывают не таким порядочным, как мы представляемся, вот только по очереди, вот сегодня, завтра. Где Дух Святой? Его действие в нашей жизни, Его побуждение, Он есть Бог, порядка, устройство, это правда. Но все же Дух Святой действует не по нашему сценарию, не по нашим направлениям, не так, как мы хотим, или желаем, или представляем себе. Только, ну ладно, немножко пригласим Его, пусть Он благословит, а мы сами составим план, проект. Я верю в Духа Святого, я верю в благодать Духа Святого, друзья мои. И очень часто я проигрывал, там, где я уповал на свои знания, на себя, и был момент, когда я видел славу Божию, когда я доверял Ему. И в жизни нашей такие моменты бывают нечастые, так, как бы нам бы хотелось сплошь и рядом. В книге Царств, вторая глава, вторая книга Царств, шестая глава, третий стих, сказано, что сыновья Аминадава, Оза и Ахеева вели новую колесницу, ковчег Господь. И написано, что когда они дошли до Гумна, это шестой стих, и когда они дошли до Гумна Нахонова, 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 да, Оза простел руку, простел руку свою ковчегу Божию, чтобы поддержать его, и взялся за него, ибо волы наклонили его, но Господь прогневался на Озу и поразил его за дерзновение, и он умер. Друзья мои, посмотрите, всегда ли Господь действует? Вот, понимаете, этот ковчег был под напряжением, там не 220, там все 3000 вольт, я не знаю, что там, там было большое напряжение. Когда мы читаем в Деяниях Апостолов про Ананию и Софира, казалось, за Ананию и Софиру, почему Господь поразил их, вот, а другие, вот, ну ничего, и после этого не сильно повторялись такие примеры, потому что под напряжением было, потому что сильное действие Духа Святого было тогда. Когда бывает сильное действие Духа Святого, человек не может устоять даже на ногах, человек не может даже иногда контролировать своими мышцами, руками, знаете, он бывает бездыханным падает и встает здоровый и не больной уже. Очень много действия благодати Божьей касается нашего сердца тогда, когда мы не планируем вот такую акцию и не представляем себе, что она должна быть вот так или по-другому, а теперь вот это, а теперь то сделаем, а потом то, и потом разойдемся по домам. Почему когда-то в свое время христиане приходили на служение? Знаете, я не знаю, у вас в Беларуси, у нас на Украине было так часто, ну, тишина, благоговение перед собранием. И люди приходили на колени, встали, помолились, а потом приветствовались в зале. Обратите внимание, что я не говорю сегодня плохо, хорошо, нет, я просто говорю то момент, то благоговение, которое, ну, ушло оно. И сегодня можно видеть, как перед собранием базар, часто люди говорят, рассуждают, последние известия, а потом слушаем Слово Божие. Я понимаю, что от перестановки по-украински до данки сумма не меняется. От того, что мы будем представлять, вот давайте, садитесь там, садитесь там, в музыканты не годитесь, как бы вы ни садились по басне Крылова. Дело в том, что есть что-то ценное и важное в Духе Святом, проявляющийся в Слове. И для этого мы не можем спланировать. Очень часто мы хватаемся за людей. Вот, ты знаешь, через него Бог исцелил Женю Полищу. И мы с этим братом носимся, как не знаю, что, вот давайте пригласим сюда, давайте пригласим в другое место, в другое время. И я обратил внимание в последний раз на нашем пасторском совете, там у нас конференция планируется, и братья полчаса ищут, думают, кого же пригласить, какого-то знаменитого на конференцию. Я говорю, братья, зачем вам знаменитого приглашать? Вы же сами можете, но не берите время, которое вы не можете управлять. Берите 10 минут, 15, и вы можете сами. Вот, братья порассуждали и согласились, правда? Зачем нам искать кого-то? И смотрите, этот ковчег, он был сильный в Господе, когда Бог действовал, а когда Бог не действовал, это ящик был. 20 лет стоял в сарае у Аминедава, священника. И Озо был знаком с ним, он ходил туда, бегал, игрались они, прятались, может, за этот ковчег. И он знает, что ничего не работает, не действует. А тут вдруг он заработал, потому что включили в розетку, потому что начал Господь действовать и совсем по-другому. И он коснулся его, как всегда, он касался и пал бездыханным. Поразил Господь. То есть, когда Господь работает в церкви, в движении, друзья мои, грешник не успеет прийти даже, встанет в собрании, в церкви, не нужно даже много умолять и просить его, Господь коснется и касается Бога. Я верю в действие благодати Божьей. Я много слышал об этом. Я знаю, что ее невозможно вот таким образом сотворить, договариваться. Но здесь очень важно заметить, что когда место свято, свято место, не потому, что мы осветили, не потому, что мы определили это место, Господь когда-то говорил с Моисеем, и он ясно говорил с ним, и он понимал его, но когда он увидел горящий куст, горит и не сгорает, он услышал голос «Моисей, сними обувь твою», и он обувь снял. Это место святое было. Почему? Потому, что Господь присутствовал на этом месте, а что раньше Он не присутствовал, Господь всевидящий, Он везде присутствует. Но вы понимаете, что когда двое или трое собираются во имя Мое, оказывается, что двое или трое это в согласии, в единстве Духа, в молитве, не просто, знаете, в разногласии, и там молятся, и там молятся, когда мы в одном Духе, одним желанием, у нас одна цель, и мы славим Бога, и благодарим Бога, и мы ищем Господа, и как-то одно сердце, у нас единство есть в Духе Святом. Поэтому, когда действовал Господь через поражение израильтян, поднял медного змея, показал народу, написано, каждый мог смотреть, и получал исцеление. Ну и что? А дальше? А дальше они превратили его в едалопоклонство и поклонялись ему, пока языкия там не разрушил этого медного змея, негуштан, то есть кусок меди в переводе звучит. Кусок меди всего. Но Бог действовал. Вы понимаете, что когда Господь действует, тогда люди снимают обувь, тогда люди падают в ниц, потому что Господь действует. Не потому, что мы договорились, не потому, что мы стали на колени, не потому, что мы сделали то и другое, потому что Бог живой. Мы имеем дело с таким Богом, друзья мои, и несмотря на то, что, казалось бы, на сегодняшний день нету той благодати. Бог-то не изменился. О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господен, разве таковы действия мои его? Разве не действует Господь? Или, как написано, разве не в тех, кто поступает справедливо? Разве Господь не... Слово забыл, ну, неважно. Разве Господь не... Разве Господь не работает, не действует там, где его правильно призывают, где справедливо он поступает, где ты в мире с братом, с сестрой, и тогда ты молишься. Мы можем молиться, но в сердце иногда нету мира. Мы можем искать Бога, но в сердце зависть, но в сердце идол есть, в сердце что-то другое. Поэтому каждый, когда идет путем освящения, путем посвящения Богу, и в этой молитве действует Господь могущественно. В этой молитве Господь работает, и в этой молитве Господь отвечает на молитву. Я знаю, что было бы исцеление, но это не цель. О, исцеление. Да, и исцеление, изгнание бесов, и все остальное. Но начать, начало было бы с другой стороны. Поэтому, конечно, Моисей проходил много раз мимо этого куста, но он не горел. Но когда он привлек его внимание, как иногда Бог привлекает наше внимание через какое-то слово. Сейчас слово стало непопулярным, не стало интересным для верующих людей, часто, для христиан. Потому что, ну, да, вот слово, а ведь такая жажда к слову. Помните, когда-то в свое время, когда вы получили первый раз, быть может, Библию в свои руки, в свою жизнь. Как вы читали, как вы рассуждали, как вы молились. Бог, как будто бы был перед вашими глазами, Господь, и отвечал вам, и говорил с вами. Друзья мои, просто одна небольшая ностальгия. Господи, верни нам первую любовь. искать Господа, нуждаться в Нем, потому что Господь есть Бог Всемогущий. Конечно, Оза не знал. Это урок для нас. Это урок для нас. Он прикоснулся, потому что он привык. Никогда не привыкайте, но снова же, ну, как не привыкайте? Я понимаю, что привыкать, не привыкать, но привыкаем все же, друзья мои. И по обыкновению идем в храм, и по обыкновению идем на молитвное собрание, и по обыкновению делаем то или другое, и верчей у Господня, быть может, но в моем сердце и в Твоем да не будет это. Не надо ссылаться на всех, на Господь. Я хочу с таким сердцем обращаться к Тебе и так искать Тебя. И поэтому, да, благословит нас Господь, как я читал сегодня, и все мое Твое, и Твое мое. Это Господь Иисус говорит Отцу Небесному. И все мое Твое, и Твое мое, и Я прославился в них. Вот это место, что когда ты в нем, и Он в тебе, то все, что ты получишь, все, что ты будешь иметь, через это прославится Христос. И Иисус в твоей жизни прославится через твою потерю, через твой выигрыш, через твою победу. И Иисус прославится через твое несчастье даже, потому что все это мое Твое. Господи, Ты допустил это. И я буду искать Тебя. И последнее место, которое я читал сегодня, кто обращал взор к нему, это 33-й псалом, 6-й стих. Я 6-й стих читал чуть раньше. Те просвещались, лица их не постыдятся, не будут сумрачны. Но вот 7-й стих. Сей нищий возвал. И Господь услышал и спас его от всех бед. Друзья мои, подчеркиваю это слово. Давид не был бедным. Он не был нищим. Он не был нищим, но он был нищ перед Богом в своих глазах. Он не был, он был богат. У него было много и золота, и серебра. У него все было как царское достоинство, благословение, благодать. И материальное тоже. Но он говорит перед Богом, я нищий. Он признает свою нищету. Он признает перед Богом свою зависимость от него. Он называет себя бедным. Он называет себя зависимым от Бога. И вот когда Бог действовал на Давида, прочитайте, обратите внимание, что в другое время он нуждался в Боге. Но когда Давид не нуждался, он терпел поражение, как и мы тоже в другой раз. Поэтому хотелось бы, чтобы в заключение эта мысль пришла к нам в сердце Господи. Мы нуждаемся в действии благодати Духа Святого. Действительно, Дух Святой это не теория, это не доктрина, это не просто, как бы сказать, учение о Духе Святом. Книгу прочитайте, где-то еще, что-то еще разумное, сказанное. Но придет человек к нам в собрание, который два слова не сможет связать, но он полный Духа Святого. И вы будете чувствовать это действие благодати, эту силу, это напряжение силы благодати, которое заставит вас плакать, рыдать, славить Бога, получать от Бога истеление, и радость, и благословение, и вдохновение. Аминь. Мы предстанем перед Богом. Господи, слава Тебе. Слава Тебе за этот день, за этот вечер, за то, что Ты остался с нами. Иисус, я благодарен Тебе, что подлинно, как сказал Иисус, не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Я благодарю Тебя, Господь, что мы понимаем иногда поздно, иногда рано, но все же мы верим, что Ты не оставляешь нас и любишь нас, Господь. И главное, Иисус не форма, Иисус не обыкновение и не привычка, Господь, а Твоя суть. Присутствие Господа, присутствие Иисуса во всякое время, когда мы прославляем Иисуса, Дух Святой приходит к нам, потому что о Нем сказано, что от Моего возьмет и Меня прославит. Отец, слава Тебе за Иисуса Христа, потому что, когда Ты Иисус, а не моя Личность, не я в центре, а Иисус, тогда Дух Святой приходит в нашу жизнь, Он разрушает все препятствия, Он делает нас благословенными, потому что Христос Иисус умер за Меня. Не Дух Святой был распят, а Иисус Христос. И мы прославляем Его и в телах наших, и в душах наших, которые суть не нашей, а Его. И мы благодарны Тебе, что Дух Святой сегодня славит Твое имя, Святое Иисус. Слава Тебе! И мы благословляем друг друга при выходе с молитвенного дома, присоединяясь ко всем молитвам, о которых брат Виталий читал и молился. И, братья, Господь, слава Тебе за милости Твои! Хвала Тебя, наш Бог, во имя Иисуса Христа! Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами! Аминь! С миром Божиим!